МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главный диалог в студии Лидия Шинко. У самбекских высот возле уже существующего мемориала скоро появится здание музея и площадки для военной техники времен Второй мировой войны. Об этом губернатор Василий Голубев говорил на встрече с представителями поисковых объединений, военно-патриотических клубов. Концепцию будущего музея обсуждали 4 июня в областном музее краеведения. Что там обсудили, к чему все-таки пришли, об этом мы сегодня поговорим с министром культуры Ростовской области Александром Анатольевичем Резваным. Здравствуйте! Добрый день! Сразу первый вопрос. Еще один музей. Их у нас и так немало в Ростовской области. Около 15 или даже больше, если я не ошибаюсь. Неужели вот нуждаемся еще в одном? Да, Лидия, действительно у нас музеев очень много. И по федеральному показателю мы в трижды превышаем федеральный показатель. Вообще такой субъект, как Ростовская область, ему достаточно три областных музея. У нас их 15. Но в чем связано строительство нового музея? У нас на территории Ростовской области нет ни одного специализированного музея, посвященным годам Великой Отечественной войны, сражениям в годы Великой Отечественной войны, великой победе советского народа в годы Великой Отечественной войны. Вы правильно сказали, на встрече с поисковиками в феврале текущего года наш губернатор Василий Ильич Голубев поставил задачу о создании еще одного 16-го областного музея как раз в поселке Самбек Неклиновского района. Но вы, наверное, знаете, что исторически там прошли самые крупные сражения в годы Великой Отечественной войны. Фактически фронт стоял на одном месте три года из-за того, что очень мощные укрепсооружения были созданы фашистской Германией. И только героизмом, беспримерным героизмом наших солдат состоялся прорыв этого миус-фронта. Вот этой героической эпопее, этому героическому событию будет посвящена экспозиция этого музея. А как он будет выглядеть? Что он на себя будет представлять? Да, мы обсуждали концепцию этого музея. Уже есть автор. Это наш ростовский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации Козлов Вячеслав Палыч. Он предложил очень интересную, интерактивную, инновационную модель этого музея. Это двухуровневое здание, вторая часть которой, нижняя часть заглублена полностью в землю. Неожиданно. А, неожиданное решение, Лидия, я с вами согласен. Но сегодня и музейное дело продвинулось вперед. И я хочу сказать, это будет как бы самый крайний, самый последний музей на территории Российской Федерации. Самый новый. Поэтому мы должны вобрать в него все возможности технические, которых, наверное, нет там в Сталинграде, в московских музеях, в питерских Великой Отечественной войны. Мы должны его сделать образцом современного музейного дела. И вот тут очень пригодилась идея Козлова. Он предлагает сделать его в форме дота. Дот – это действующая огневая точка. В годы Великой Отечественной войны как раз по линии МИУС-фронта и располагались вот эти укрепсооружения, эти доты. Доты со стороны фашистской Германии, со стороны наших войск. Поэтому вот это углубление сыграет роль, вот этот этаж минус один, мы его называем, это как раз погружение экскурсантов, всех, кто будет прибывать в наш музей, вот, наверное, в боевые действия. Нужно почувствовать состояние воинов, которые находятся в окопе. Какой интерактив получился? Абсолютный. Это интерактив в чистом виде. Там специально будут созданы помещения с абсолютной тишиной, когда тишина звенит в воздухе. Это самое страшное состояние, об этом нам рассказали ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и таганрожцы, которые, ростовчане, которые еще живы, остались живы, свидетели этих ужасных, кровопролитнейших боев, когда, бывало, в один день погибало, например, на точке 105-й, погибло в один день 2,5 тысячи моряков в один день. Общие потери за несколько дней составляли более 7 тысяч бойцов. То есть наша Красная Армия несла колоссальные потери. То есть для того, чтобы завоевать этот форпост, пробить эту жестокую ограду, просто наши граждане, наши солдаты Великой Отечественной войны проявляли героизм и мужество. Мало того, там есть примеры повторения подвига Александра Матросова. Там политрук одной из рот, он закрыл своим телом дзод, в том числе немецкий дзод. Поэтому вот этим героическим событием посвящен музей. Ну вот формат неожиданный, обсуждение не было простым. И вот, насколько мне известно, критику именно вот соображение, что надо под землей построить этот музей и вызвало основное. Ну это очень здорово, что обсуждение прошло в такой вот живой атмосфере, Лидия, я хочу сказать. Действительно так и было. Выступали поисковики, выступали общественные организации, представители ветеранов Великой Отечественной войны. Были суждения, вот зачем заглублять? Может быть нужно его поднять наоборот двух-трехэтажный? Ну так проще. Это проще сделать, это самый простой путь, но мы не идем простыми путями, не надо. Дело в том, что там есть основная доминанта. Основной доминантой комплекса является сам мемориал. Он вздымается на 15 метров над всем, на всей возвышенностью, над этими самбекскими высотами. Перебивать его по высоте вообще непонятно, потому что он центральная доминанта всего комплекса. А уже непосредственно музей, он дополняет целостность картины. Да, это выставка, это место, где экскурсанты будут видеть артефакты, где будут интерактивные экраны, где будет создана очень мощная диорама сражений. Причем она в 3D, 5D измерение будет, да. То есть у нас планы грандиозные. Безусловно, это вызвало споры, но мы к этому относимся очень конструктивно, и мы всегда готовы высушать конструктивную критику. И большинство так и высказывались. Были вопросы по водоему, который будет покрывать крышу. Там очень, так сказать, сложно технологически обслуживать тогда такой водоем. Пришли к мнению, возможно, заменить это травяным покрытием, возможно, из искусственной травы. Для того, чтобы, ну, легче обслуживать будет. Все-таки это 100 метров в длину протяженность этого музея и 27 в ширину. Это почти футбольное поле. Поэтому, да, музей уникальный на самом деле. И губернатор поставил очень серьезную нам задачу к 9 мая открыть музей. Наверняка мы откроем уже первую очередь этого музея. По крайней мере, мы постараемся выполнить поручения губернатора. И в срочном порядке сейчас активизируем разработку проектно-сметной документации. Сегодня уже начинает работу целая группа архитекторов, ученых, строителей. Для того, чтобы рассчитать все строительные конструкции этого музея. Вот как раз хотелось спросить, кто над концепцией работает? И строители, понятно. Ветеранов, я так поняла, вы привлекаете, поисковиков привлекаете. Да, да. Они нужны были для выстраивания исторической концепции. Какие моменты, какие артефакты будут представлены. Чему будут посвящены залы музея. Вот здесь нужны, безусловно, поисковики. Нужны ветераны Великой Отечественной войны. Наверное, нужны общественные организации. Наш ВАПИК – это один из лидирующих сегодня общественных организаций. Всегда Кожан Александр Олегович подсказывает интересные вещи, идеи. Мы обязательно это все реализуем. Но теперь пришло время уже инженерной мысли. Теперь уже строители берут в руки этот проект. Начинают его обрабатывать расчеты, допуски, посадки, так называемые сопротивления материалов. Поскольку он будет действительно углублен в земле, соответственно, сырость, соответственно, какие-то особые условия хранения экспонатов нужны. Поэтому технологически, да, это будет непросто сделать. Но музей-то и должен отличаться. Наш Ростовский областной музей от музея всей страны, чтобы сюда приезжали. Вот он будет очень важный момент, Лидия, вы затронули. Почему именно там? Потому что это мы замыкаем туристическое наше кольцо. Если вы знаете, есть такая программа «Серебряная подкова Дона». Нам нужны точки опорные показа, куда привозить туристические группы. Вот Мюсфронт, музей Мюсфронта, но он не так будет называться, он, скорее всего, будет героем прорыва Мюсфронта. Потому что Мюсфронт – это вообще название фашистских укреплений. Поэтому мы сделаем здесь поправочки все. И по линии Мюсфронта будет одна из остановок на этом мемориале. Для того, чтобы связать Танайс, из Ростова едем в Таганрог, а с первой остановкой Танайс, потом, естественно, Мюсфронт и таганрогские места, город Чехово. Поэтому вот красивый туристический маршрут складывается и есть что показать. Есть чем заинтересовать экскурсантов, туристов. Сегодня вообще растет въездной поток в Ростовскую область. Это очень здорово, туристический. По-моему, по итогам прошлого года мы уже перевалили за миллион въезжающих туристов. Это очень хороший показатель для нашего в одно время просто транзитного региона. То есть через нас едут на море, к сожалению, не останавливаясь у нас. Наша задача сегодня туристический поток, который выезжает с севера на юг. Это трасса М4, это летний отдых, Черноморское побережье. Постараться остановить здесь часть экскурсантов, заинтересовав их нашими достопримечательностями. Шолохов, станица Вешенская, тоже трасса М4. Это, безусловно, чеховские места. Это Таганрог, это Мюсфронт, это Старочеркасск. У нас много есть чем гордиться и что показать. Александр Анатольевич, проект технически сложный, дорогой. Сразу вопрос возникает, он будет частным или областным? Да, вопрос очень интересный и правильный. Лидия, безусловно, должен подключиться частный сектор, бизнес. Мы рассчитываем на это. У нас много в области предпринимателей, бизнесменов, которые хотят оставить добрый, хороший след в памяти земляков, своих потомков. Так и получилось в этом случае. Создано некоммерческое партнерство в городе Таганроге. Именно они явились, собственно говоря, первой ступенькой в реализации этих планов. В Таганроге есть такое партнерство, герои Мюсфронта. Они действительно сегодня накапливают финансовые средства, это внебюджетные средства. Собственно говоря, благодаря этому некоммерческому партнерству мы сегодня имеем эскизный проект. То есть они уже начинают проплачивать первые подготовительные работы. На каком-то этапе, когда мы уже выйдем на проектирование, а может быть после разработки ПСД, конечно, включится областной бюджет, и губернаторам поставлена задача. Безусловно, средства будут выделяться, в том числе, из областного бюджета, потому что проект дорогостоящий, но проект судьбоносный, проект политически верный. Потому что к 70-летию Великой Победы, это, пожалуй, самая яркая дата ближайшего пятилетия. Это наступит буквально через два года, это уже 15-й год, и надо готовиться очень посерьезно. Вот именно открытие музея, это будет очень важным вехой, шагом в реализации планов по празднованию 70-летия. Это очень хорошая раздумка, и хочется уже не услышать, а увидеть, наконец. Я надеюсь, что 70-летию обязательно, наверное, посетим этот музей. Да, безусловно. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо за эту встречу. Это был «Главный диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова